Если будет расти экономика, будет больше денег на зарплаты, пенсии, медицину, образование. То есть на все, из чего складывается качество жизни. И это основной тезис новых майских указов президента. По сути, программы развития всей страны до 2024 года. Но чтобы подтолкнуть российскую экономику к росту, скачок должен произойти и в регионах. Чтобы реализовать указ президента, что нужно в первую очередь? Конечно, денег. И сегодня стратегическая задача, конечно, нам сегодня еще больше наращивать экономический рост. Поэтому здесь мы должны максимально включиться в процесс, как еще больше зарабатывать. Искать те источники пополнения бюджета. Более эффективный в данном варианте, в данном случае принцип, который позволит нам достигнуть результатов и выполнить указы президента. Это принцип проектного управления. Это персональная ответственность каждого, кто принимает решения в рамках своей компетенции. Проект должен быть реализован, еще раз подчеркиваю, доведен до логического завершения. И мы должны получить, мы все вместе, результат. Но проект ни в коем случае не должен превратиться в проект. В Краснодарском крае уже создан региональный проектный офис. Первые 40 госслужащих прошли обучение для работы в новом формате. Согласно майским указам президента, определены 12 приоритетных национальных задач. Это и развитие образования, сохранение экологии, демографическая политика, внедрение инноваций и цифровизация экономики. Один из самых важных пунктов в этом списке – здравоохранение. Президент недвусмысленно дал понять, что главный показатель благополучия регионов – это, конечно, благосостояние жителей этих регионов. И, конечно, долгая, здоровая, качественная жизнь. Вопрос один и тот же повторяется во всех муниципальных образованиях. Это вопрос качества медицинских услуг, качества лечения. Мы не раз говорили, что у нас люди – это самое главное богатство. Люди должны быть здоровыми. И вот вовремя обратиться и вовремя получить медицинскую помощь. Сегодня мы должны это обеспечить. В первую очередь на селе. На следующий год в бюджет Краснодарского края планируют заложить полтора миллиарда рублей на ремонт и приобретение оборудования для районных медучреждений. Современные технологии должны помочь с диагностированием заболеваний на ранней стадии, что скажется и на средней продолжительности жизни. В 2024 году, согласно майским указам, этот показатель в России должен вырасти до 78 лет. Впервые за 20 лет в Краснодарском крае приобретено и сейчас ведется монтаж, наладка. Уже это оборудование поступило на территорию Краснодарского края. Две лучевых установки. Это последнего поколения, которые будут проводить и лечение онкологических заболеваний, что позволит с третьей стадией максимально повысить выживаемость. Еще одна серьезная задача – побороть в регионах бедность. А это невозможно без сильной экономики. Среди поставленных президентом целей – увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, а также ускоренная цифровизация экономики. На Кубани, с учетом местной специфики, намерены развивать перерабатывающие предприятия, которые в свою очередь дадут новые рабочие места на селе. Сейчас у нас 600 тысяч кубанцев имеют доходы ниже прожиточного минимума. Это 11,7%. То есть несложно посчитать, что если в два раза снизить, то к 2024 году таких жителей должно быть не более 5,5%. То есть это очень амбициозная задача. Помочь в цифровых переменах призванные научные кластеры. Один из таких создается в Амеретинской долине в Сочи. Он будет состоять из трех лабораторий и трех больших научных центров. Это в том числе позволит внедрять новые образовательные технологии. Несмотря на разнообразные способы развития экономики, задача остается одна – чтобы результат почувствовали обычные люди. Хочу повторить, что главный показатель благополучия территорий – это естественно. Благосостояние жителей территории, в частности благосостояние жителей нашего края. Можно верить, рассуждать, не верить в этот рывок, который обозначен президентом. Но мы обязаны его сделать. И времени на раскачку для этого нет. К первому сентября губернатор Вениамин Кондратьев поручил подготовить проекты, которые будут реализованы в Краснодарском крае. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.